Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Приступ работоспособности. На что готовы украинские депутаты в преддверии каникул? Не вы, а ты. Новый постпред России в ООН проинструктировал коллег, куда и как им смотреть. Формула автодора. Когда в Украине перестанут закапывать в ямы бюджетные деньги? Приступ продуктивности. Традиционно в преддверии каникул народные депутаты решили отработать день по максимуму. На голосование вынесли социальные законы. Законы из так называемого энергоблока. Правда, не удержались от блокирования трибуны. Чего требовали? Что приняли, а что провалили? Узнаем от Екатерины Лысенко. Четверг единственный день, когда кресла в зале почти не пустуют. У депутатов традиционная мобилизация. С утра успешно голосует президентский закон. Теперь присваивать звание Героя Украины можно будет в виде исключения иностранцу, награжденному орденом Героя Небесной Сотни. А еще Рада тоже успешно предоставила семьям погибших ветеранов войны льготы. Этим законопроектом предлагается внести изменения к закону про статус ветеранов войны гарантии социального захиста и надеть в том числе семьям погибших право на пельги, заплаты за использование житлом и житлово-коммунальными послугами без урахования среднемесячного сообщественного захода. Удивительно, но социальные законы сегодня появились в повестке дня. И часть из них успешно приняли. Сегодня в порядке дня есть три закона, которые для нас очень важны. А самое главное, что они очень важны для людей. Это поддержка семей инвалидов, загибших, поддержка чернобыльцев. И это закон 3459 по безкоштовному харчеванию детей и переселенцев. Мы достигли того, чтобы эти законы были в порядке дня. Но быстрые продукты на Нардепа поработали только в первый час утреннего заседания. Далее трибуны окружили и Батькивщина, и самопомощи внефракционные с требованием внести в повестку дня законы, о которых много говорили до выборов, об открытых списках и о снятии неприкосновенности. Шановный Андрей Володимирович, мы категорично просим вас поставить все эти законы на расследование Верховной Рады не позже, наступного пленарного тижня, в травм месяц. В другом случае, мы все за собой сохраняем право на акции прямой деятельности. Коллеги, пожалуйста, не места для важных законопроектов, потому что мы так же обещали провести реформу парламенту. И сейчас я буду ставить пропозицию про реформу парламенту. Из парламентских реформ пока только одна – отмена перерыва. Ее то и дело ставили на голосование. До меня вернулись участники некоторых фракций, что переосмыслили позицию и готовы поднимать скасование перерыва. Но за отмену Нардепы так и не проголосовали. Не до конца переосмыслили позицию. Будем ждать просветления. А в кулуарах тем временем вспомнили, что в кресле главы парламента спикер уже год, и не мешало бы ему отчитаться о работе. Он должен призвать о том, как им был уничтожен фактически регламент Верховной Рады Украины. Как забрали европейское конституционное право опозиции на руководство окремыми комитетами, окремыми комиссиями. Как было, по сути, уничтожено каждую идею народного депутата, вимогу народного депутата, створить тем временем следующее комиссии. Ну а в зале не до отчетов, там на очереди кадровые вопросы. Рада должна была назначить в конкурсную комиссию своих представителей, которые потом подобрали бы членов НКР. Комитет предложил две кандидатуры, но несколько попыток их утвердить успехом не увенчались. Это призначение решило бы следующее, что, скажем, на следующем неделе президент мог внести своих двоих кандидатур, уряд свою кандидатуру и Верховная Рада своих двоих кандидатур. Комиссии, пять членов конкурсной комиссии могли бы официально огласить процесс конкурсу на замещение трех вакансий в склад НКР. Там были, до речи, кандидаты, которых поддерживала Батьковщина, но их комитет, они комитету не нужны, потому что комитет ставит только тех, которые подберут необходимых членов НКР и КП, и будет дальше действовать эта самая практика и политика, которую мы видели до этого времени. Поэтому мы считаем, что те кандидаты, которые идут на это и будут подбирать, они должны быть консенсусными всего парламента. В данном случае, даже сам принцип конкурса был измельювлен. А то, что БПП, Народный фронт, которые тишатся на публике, что у них есть коалиция, нет под это голосов, но это их проблемы. Ну а дальше в зале стали искать голоса для другого закона о рынке электроэнергии, у которого есть как защитники, так и противники. Для споживача на сегодняшний день нет ничего изменения. Мы как раз делаем так, чтобы не наступил тот коллапс, который может возникнуть, если государственное предприятие энергоринок. Мы делаем пролонгацию для того, чтобы можно было подготовить законодательное обеспечение, и будут появляться новые компании, так называемые компании по постачанию универсальной послуги. Старая модель рынка заканчивается уже сейчас, в 2017 году, а новой модели нет. Третий энергопакет – это европейские директивы, которые Украина взяла на себя, чтобы выполнить, чтобы запроводить конкуренцию между производителями, чтобы не были привилегованы одни или другие участники. Когда конкуренция позволяет искать своего клиента, потребителя и предлагать им лучшую цену. Сейчас этим законом предпочено, что будут введены специальные посередники, которые будут покупать у государства дешевую атомную электроэнергию, дешевую гидроэлектроэнергию, а продавать вам будут в три дорога. Долго спорили о законе и в зале. И в итоге поддержали документ. И в блоке Порошенко уверяют, через какие-то два года, а именно столько будет длиться приходной период, электроэнергия станет дешевле. Для использующих электроэнергии никакого повышения не будет. Вдруг, конкурентное средство среди поставщиков и стала обеспеченность, которую будут контролировать соответственно созданные органы, комиссия, даст возможность дешевить в целом саму электроэнергию для конкуренции использующих. После успешного голосования нардепы также успешно разошлись в надежде на вечернем заседании что-нибудь утвердить. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Иван Ермаков, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Оправдались ли надежды нардепов на вечернее заседание? Мы узнаем у Анны Каменевой. Она находится в парламенте. Аня, здравствуй. Какие итоги второй половины рабочего дня Верховной Рады? Уволили ли, кстати, главу фонда госимущества Белоуса? Добрый вечер. Да, действительно, сегодня увольняли главу фонда госимущества Игоря Белоуса. Все увольнение длилось каких-то 10 минут. Сначала в профильном комитете заявили, что рассмотрели этот вопрос и рекомендуют проголосовать депутатам за увольнение Белоуса с этой должности. После нескольких заявлений фракции 242 парламентария нажали кнопку «За». Сам Игорь Белоус не выступал и не отчитывался за свою работу, хотя в кулуарах депутаты заявляли еще до голосования, что к нему есть вопросы и хотели бы услышать его отчет. Все, что было заплановано и предпочено Украиною до приватизации, как бы, протягом последних двух лет, фактически было не выполнено. Говорить о том, что виновен в этом только Игорь Белоус, это было бы не совсем правильно, потому что мы понимаем, что много депутатов и много фракций в парламенте не заинтересованы приватизировать те или и другие предприятия. Все, что можно было технично сделать, подготовить соответствующие процедуры, подготовить соответствующие решения, Игорь Белоус сделал. Я думаю, что ключевая ошибка остальных керевников фонда Держмайна в том, что они всегда считали, что фонд Держмайна – это продаж майна. А там еще одна функция – управление государственным майном. Я думаю, что это функция, которую никто не занимал, в том числе и Белоус, как глава фонда Держмайна. А я думаю, что у нас есть самые элитные предприятия, которые платят шаленные податки, которые государственными предприятиями, но которые абсолютно не имеют никакого контроля с боку фонда Держмайна по управлению. Поэтому я думаю, что это ключевая их ошибка. Работа фонда Держмайна по приватизации в 2016 году полностью провалена. В бюджет было закладено 17 миллиардов, если я не ошибаюсь, это было около 78 миллионов. Это качественный показатель работы человека, который руководит фондом Держмайна. Мне очень хотелось бы услышать звук главы фонда Держмайна Украины, потому что два года назад программа приватизации была разрушена. Была разрушена приватизация Одесского припортового завода. Кто же заменит Игоря Белоуса на должности главы фонда Косимущества, пока непонятно. Депутаты говорят, кандидатуры пока что не обсуждали, но уже готовы это делать. На встрече фракции с президентом Украины мы поднимали это вопрос. И мы четко проговорили, что фракция будет долучаться до обговорений, до, скажем так, рекомендаций, согласно тех кандидатов, которые будут обрабатываться. Напомню, при Белоусе фонд госимущества пытался дважды продать Одесский припортовый завод. Второй раз даже снизили цену, но ВОЗ и ныне там. В понедельник глава ведомства сам написал заявление об отставке. Спасибо, Анечка. Анна Каменева об итогах сегодняшнего рабочего дня Верховной Рады. Должность свою покинула и глава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз» Юлия Ковалев. Об этом сообщает «Экономическая правда». Причиной якобы стал провал реформирования этой компании. На минувшей неделе о своем намерении уволиться сообщали еще трое членов НАП «Совета НАК». Я напомню, что в Европейском банке реконструкции и развития заявили, что реформа «Нафтогаза» потерпела фиаско. При этом выяснилось, что за прошлый год топ-менеджмент компании увеличился без зарплаты в 13 раз. В среднем там получают по 8 миллионов гривен в год. В то же время, по оценкам экспертов газового рынка, украинцы переплачивают не менее 2,5 тысяч гривен за каждую тысячу губометров. И еще об одной отставке. Тот факт, что Валерия Гонтарева покинет пост главы Нацбанка, дополнительному обсуждению не подлежит. Об этом сегодня в очередной раз заявила сама руководитель НБУ. По ее словам, уже в мае заседание правления Нацбанка пройдет под руководством ее преемника, если предложенную президентом кандидатуру поддержит Верховная Рада. В противном случае исполнять обязанности будет первый зам Гонтаревой. Кандидатурой возможных претендентов на кресло главы Нацбанка Валерия Гонтарева уже обсудила с Петром Порошенко. Мы обговорили с президентом этот процесс еще три месяца, впродолжение трех месяцев. Поэтому уже не нужно ничего обговорить. Нужно принять решение о наступнике, который он подаст до Верховной Рады. А тем временем Нацбанк снизил учетную ставку на один пункт до 13%. Такое решение приняло сегодня правление НБУ. Учетная ставка это ориентир для коммерческих банков. Она влияет на процентные ставки по кредитам, по депозитам. Напомним, три года назад Нацбанк стал повышать учетную ставку и к марту 2015 года поднял ее до рекордных 30%. Как изменится учетная ставка при новом главе НБУ, вопрос открыт. И в любом случае ему придется продолжить реформирование банковского сектора. Это одно из требований МВФ. Подготовку к проведению всеукраинского референдума, запрещающего продажу сельскохозяйственных земель. Политсилы могут начать уже 19 апреля. Заявку на организацию опроса сегодня в ЦИК подала Батькивщина, поддержав инициативу других народных депутатов. Они требуют от избиркома провести заседание, где определяют инициативную группу, которая будет собирать подписи. Напомню, земельная реформа это также одно из основных требований МВФ, прописанное в меморандуме. Для проведения референдума собрание должно объединить не менее 2000 человек. Что этому референдуму президенту свою сельскохозяйственную землю... Сделать так, чтобы сельскохозяйственная земля находилась в государственной власти и отдавалась только в аренду фермерским хозяйствам, которые живут на этой земле и работают. А кроме того, это право выкупу у людей, которые хотят продать пай только государством или, возможно, местными громадами и только за рынковую цену. Вот, что мы будем спросить. Коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки якобы нанесла авиаудар по складу с химическим оружием боевиков Исламского государства в сирийской провинции Дейр-Эс-Зор. По данным Генштаба Сирии, в результате этой атаки погибли сотни человек, в том числе и мирные граждане. В коалиции уже опровергли это сообщение об авиаударе. Американский полковник Джон Дориан утверждает, что это преднамеренная дезинформация. Не подтвердили авианалет и в Российском министерстве обороны. Военное ведомство не располагает информации, подтверждающей гибель людей. Но на место все равно направили беспилотники для мониторинга ситуации в сирийской провинции. Дипломатический тупик. Москва заблокировала в Совбезе ООН резолюцию по Сирии. Дошло и до обращения на «ты», и до выражений, которых в этом зале еще не слышали. Что же произошло и что Дональд Трамп думает об отношениях с Россией? Дмитрий Анопченко об этом из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Вета в Совете Безопасности ООН – дело обычное. И споры тоже звучат довольно часто. Но до прямого выяснения отношений еще не доходило. Дошло сейчас, при обсуждении резолюции по Сирии, когда в зале прозвучали слова, которых даже от Чуркина, не славившегося особой дипломатичностью, никогда еще не слышали. Великобритания, Франция и Соединенные Штаты предложили расследовать использование химоружия в Сирии, назвав этот проект простым и сбалансированным. В документе – осуждение трагедии и ряд требований к сирийским властям. В частности, предоставить доступ к военным авиабазам для проведения проверок. Москва резолюцию сразу же витировала. Но в ООН сегодня обсуждают даже не это, а выступление представителя России, в частности, его обращение к коллеге из Великобритании на «ты» и «тон», с которым это было произнесено. Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому… Посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поэтому… Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступлениями СТУРа не служил. Какой-либо комиссии по этике в структуре ООН попросту нет. В ней не было необходимости. Поэтому формально этот дипломатический темарш останется без реакции. Однако дипломаты говорят, что даже к Чуркину, при всей его неоднозначности, здесь все равно относились как к коллеге. Общались с ним неформально, помимо зала заседания. Та же Саманта Пауэр выстраивала прямой диалог. Но человека, который сейчас остался на хозяйстве в российском представительстве при ООН, теперь дипломаты из Британии или Франции попросту игнорируют. Ну а что касается резолюции, которую внесла тройка стран, резолюции по Сирии, то все понимали, что Россия, скорее всего, ее витирует. Однако ее все равно поставили на голосование, просто чтобы обратить внимание мира на ситуацию. Считаю, что это точно возможно, ответил Дональд Трамп на вопрос, уверен ли он, что Россия знала заранее о химатаке в Сирии. Я бы хотел думать, что они не знали, но они определенно могли знать, настаивает новый глава Белого дома. Он пообщался с прессой по итогам своих переговоров с генсеком НАТО, где прокомментировал и нынешние отношения с Россией. Было бы здорово, если бы мы поладили с Путиным и с Россией. Это возможно, а может и нет, и тогда произойдет все наоборот. Но я хотел бы поладить со всеми. Когда мои полномочия закончатся, мир станет намного лучше. Трамп считает, что сейчас, после химатак, отношения между Вашингтоном и Москвой на самом низком уровне. Не только за время его президентства, но и за всю историю. Отношения с Россией достигли низшей точки. Мы совершенно не ладим с Россией. При этом переговоры Рекса Тилерсона в Москве он все же считает успешными. Дескать, все оказалось лучше, чем он ожидал. Вопрос лишь в том, принесет ли это результаты. Или все так и останется. Только на словах. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко и Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. И тем не менее, президент США выразил уверенность в нормализации отношений между США и Россией. В нужное время все опомнятся и между нами будет прочный мир, написал американский лидер в своем твиттере. Напомню, накануне Трамп положительно отозвался об итогах визита госсекретаря США Рекса Тилерсона в Москву. И вернемся в Украину. Кадровые чистки в Запорожской области. С должности уволен начальник местного облафтодора. За что? Давайте узнаем. В куларах запорожского облафтодора сегодня непривычно тихо. Все кабинеты закрыты. Нет никого и в приемных дорожников. Говорят, все в командировках контролируют ремонтные работы. И неудивительно, сегодня стало известно, уволили начальника облафтодора. Об этом на своей странице в фейсбуке написал его председатель управления автомобильной дороги Украины Артем Гриненко. А позже подтвердил и премьер Владимир Гройсман. Запорожская область идет по плану. Темпы быстрые, объемы выполнения работ большие. Это хорошо. Однако, как оказалось, только на бумаге. Наочный результат, мягко говоря, просто позорный. Как видно на фото, качество оставляет желать лучшего. Явные признаки нарушения технологии выполнения ямочного ремонта. Артем Гриненко даже забрал с собой в Киев кусок запорожского асфальтобетона. На экспертизу. Узнать в самом облафтодоре, почему он так плохо ремонтирует дороги, не удалось. Старого начальника нет, а его замы разъехались по объектам. Телефоны тоже молчат. Частично ситуацию прояснили в службе автомобильных дорог Запорожской области. Ей также досталось от киевского ревизора. Поскольку она принимала бракованную работу коллег и оплачивала ее. Было выписано предписание начальнику ДЭО, запорожского ДЭО, кураторам, о том, что работы выполнены неправильно и будет снято с этого. С плана, то есть будете восстанавливать за свой счет. Может быть, что-то где-то и пропустили. Но так сказать, что мы не контролируем и оплачиваем просто так, такого нет. О ненадлежащем качестве ремонта дорог в области говорят и общественники. На днях провели фотоконкурс на самую красивую яму. Нареканий больше всего было это Мариупольское направление и Бердянское направление. Вроде как доделают, даже работу нам отчитываются, что делаем, смотрите, трассы мы ремонтируем. Ну, вы знаете, с первым дождем уходит и асфальт. В компании автомобильной дороги Украины отмечают, с этой недели будет работать новый отдел проверки качества. Его задача анализировать ремонт дорог. И Запорожская область станет первой в списке проверяемых. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Трещат по швам. В Тамаковке Днепропетровской области разваливаются жилые дома. Всему виной фуры. Местные власти за свой счет установили знаки, запрещающие проезд. Эффект нулевой. Селяне решили бороться с нарушителями с помощью соцсетей. А что же полиция, разбирались наши корреспонденты. Через поселок Тамаковка проходит трасса Марганец-Днепр. Груженные фуры ездят мимо домов постоянно. Тоннажность никто не соблюдает. И грузовики просто разбивают дорогу, говорят селяне. Только в прошлом году на ее ремонт потратили больше двух миллионов гривен. Сейчас от асфальта ничего не осталось. О том, что фурам весом больше восьми тонн, проезд запрещен, указывают дорожные знаки. Их тоже установили за счет села. Помимо того, что грузовики разбивают дорогу от постоянного грохота и вибрации. Дома покрываются трещинами. Ждать, пока их дома рухнут, люди не стали и пошли в сельсовет. Там придумали довольно неординарный способ борьбы с грузовиками через соцсети. Но в полиции отмахнулись. Здесь, так сказать, фотографии не основания для составления протокола и штрафа. Зробить схему руху транспорта. Потом ее должно погодить с органами национальной полиции. Ну, именно с Томакевским ВП, отделом полиции. И тогда за 15 дней установить информационные знаки, что через 15 дней будет обмежение для руха вантажного транспорта. И схема объезда. Поэтому, пока сельсовет не узаконит дорожные знаки, фуры могут их игнорировать, уверяют в полиции. А значит, надеяться, что правоохранители помогут селянам бороться с фурами, не приходится. Елена Медлюк, Евгений Конецов, Днепропетровская область. Подробности, телеканал Интер. Зато через 5-7 лет украинские дороги изменятся до неузнаваемости. Украфтодор над этим усиленно работает. Такой оптимизм выразил сегодня в Кропивницком премьер-министр. Уже в апреле, сообщил Владимир Гройсман, на ремонт дорожного покрытия дополнительно пойдут 3 миллиарда гривен, которые заработали за счет таможенных поступлений. Еще один источник финансирования – это местные бюджеты. Ну а пока в регионах ждут денег для ремонта дорог тернопольские дорожники уже латают дыры. Оперативно и самоотверженно, несмотря на погоду. Местное отделение Автомайдана выложило в сеть видео, где работники предприятия «Горпуть Ремстрой» уверенно кладут свежий асфальт прямо в воду, а потом все это тщательно утрамбовывают катками. Сколько денег город выложил за такой ремонт, пока неизвестно, как неясно и кто будет отвечать за качество этого покрытия, когда оно уползет. Украина представила новые беспрецедентные доказательства захвата Крыма России в Европейский суд по правам человека. Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко. Глава Минюста считает, что у россиян практически нет шансов опровергнуть эти факты. Новые доказательства по первому крымскому делу в Минюсте собирали несколько месяцев. Напомню, первый иск против федерации был подан 13 марта 2015 года. Он касается аннексии Крымского полуострова и событий, которые произошли позднее на востоке Украины. Жалобы констатируют многочисленные нарушения прав человека на полуострове. Среди других претензий к России применение принудительного гражданства в Крыму. Не только в суд ООН в ГАЗе, для меня был приоритетом. Есть еще пять справ в Европейском суде по правам человека. Там есть несколько фактов и доказательств абсолютно новых, безпрецедентных, которые мы планируем озвучить. Я, окременно, с этого привода дам пресс-конференцию. Я сейчас не хочу давать какие-то сигналы до наступной среды, до вынесения промежного решения в международном суде ООН. Несмотря на перемирие, линия фронта от Мариуполя до Донецка пылает. За минувшие сутки один украинский военный погиб, двое ранены. В штабе АТО зафиксировали более 40 обстрелов со стороны российских наемников. Под огнем боевиков оказались не только позиции украинской армии, но и жилые кварталы. Этот частный сектор Марьинки уже третий год под огнем российских наемников. Большинство жителей отсюда уже давно выехали, а те, кто остался, на перестрелке научились не обращать внимания. После ночного боя эта улица без света. Под утро сюда прилетели несколько гранат из вражеских РПГ. Нелли Александровне бежать некуда, а жить под обстрелами нет сил. Надеялась, хоть к Пасхе бои утихнут. Вчера он их долбанул и так думал, что сердце остановится. Как о перемирии? Вы что? Он, хлопца ранил. Просто для нас, для людей, дайте нам отдыхнуть. Не то, что солдаты там бьются. Дайте нам хоть трошечку почувствовать, что оно перемирие. И что дать хоть одну ночь спокойно поспать. Но в Марьинке покоя нет ни днем, ни ночью. После оглашения перемирия с дальнего террикона работает вражеский снайпер. Он уже наделал бед, говорит Максим. На позициях есть раненые. Боец более чем уверен. Стрелок не местный. Там все подряд стоят, честно говоря. И наемники, и россияне. Регулярная армия их российская есть. Были такие моменты, что видели. Расстояние до противника на некоторых участках Марьинской обороны не превышает и 100 метров. Улицы простреливаются, поэтому от позиции к позиции наши воины вынуждены перебегать. На любое движение боевики открывают огонь. Менеджер из Харькова и волонтер Алексей в армию пришел с пятой волной мобилизации. И остался. Говорит, такого горячего перемирия он еще не видел. До перемирия было тихо. Сейчас, не знаю, наверное, заехали кадровые, потому что тактика изменилась. Наши военные открывают огонь только в случае явной угрозы для жизни. Но ситуация на линии фронта может измениться в любую минуту. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Балахов. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. В российской Самаре местное управление ФСБ задержало 27-летнего гражданина Украины. Молодому человеку инкриминирует сотрудничество с украинской разведкой. По версии российских спецслужб, во время допроса он якобы признался в осуществлении визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры на оккупированной части Донбасса, а также в Ростовской и Самарской областях. В Украинском министерстве обороны уже заявили, что задержанный в Самаре человек никакого отношения к органам разведки не имеет. Дортмунд после атаки. Футболисты клуба «Баруси», которые вчера проиграли соперникам из Монако, критикуют УФА, а полиция ищет и задерживает виновных в нападении на автобус этой команды. Все подробности знает Татьяна Лагунова. 2-3 в пользу французского клуба «Монако». Спустя сутки после нападения на их автобус игроки «Баруси» и «Дортмунд» вышли на поле и уступили соперникам. В проигрыше футболисты обвиняют УФА. Дескать, федерация могла бы повременить с матчами, дать игрокам время прийти в себя. Центральный защитник Марк Бартера ранен и прооперирован, остальные игроки в шоке, а нужно играть. Ведь Лига чемпионов – самый престижный клубный турнир Старого Света. Тренер «Баруси» Томас Тухель сразу же после матча заявил, команда не была готова выходить на поле. Нам прислали смс, что решение принимает УФА в Швейцарии. Буквально через несколько минут после взрывов стоял вопрос, можем ли мы играть. Было такое чувство, что с нами обращаются, как будто в автобус бросили банку из-под пива. А через полчаса уже было решено, что мы играем на следующий день. Тренера поддержали и игроки. Ночью, накануне игры, я не спал и часа, а это не лучший способ подготовиться к такому матчу. Я пытался отвлечься, пытался успокоиться. В УФА на критику ответили, дескать, дата и время проведения матча были согласованы с обеими командами. Тем временем полиция продолжает расследование в деле о нападении на автобус Баруси. Пока что основная версия силовиков теракт уже есть и арестованный исламист, связанный с ИГИЛ. Задержан гражданин Ирака Абдула Бессет. Он прибыл в Германию в прошлом году из Турции. По данным спецслужб, в Ираке мужчина командовал одним из подразделений исламского государства. Он поддерживал связи с террористами и после приезда в Германию. Впрочем, доказать его причастность к атаке на автобус Баруси полиция не может. Или же просто пока не разглашает всей информацией. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. В очередь. С чем связан ажиотаж в офисах миграционной службы. Вору вора украл бриллианты. Как к рукам харьковских полицейских прилипли миллионы из выгребной ямы. Охота за биометрическими паспортами. Прошла всего неделя, как Европарламент проголосовал за предоставление Украине без виза. И возле миграционных служб толпы людей. С чем связан этот ажиотаж? С без визом или с предстоящими отпусками? Разбирались наши корреспонденты. Спальный район Одессы. Ворота в Европу открываются в 9. У миграционной службы уже полсотни человек. Наталья заняла очередь еще в 5 утра. Ну что, попасть? Вчера вот было 6 человек прошло, 7 уже не прошел. Не проходят и вынуждены возвращаться вновь, потому что количество талонов на регистрацию биометрических загранпаспортов ограничено. Причем каждый день эта цифра варьируется. Свободных мест может быть 10, а может и 30. Выдают талоны только с утра. Потом на определенное количество мест. Дальше говорят, что мест больше свободных нет. При этом, утверждают очередники, довольно часто граждане берут талоны не только для себя, но сразу и для своих родственников. То есть каждый берет по несколько талончиков. Вот мы здесь считали, есть случаи, где 6 необходимые. То есть даже так. Неудивительно, что в условиях такой конкуренции возникают скандалы и даже доходит до потасовок. На днях в этом же отделении миграционной службы подрались двое пенсионеров из-за разных списков очередности. Один из них так активно расталкивал толпу, что едва не ударил беременную женщину. Что ты уперся? Да не уперся. Я стою. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? В самой службе, между тем, ажиотажа из-за открывшейся для украинцев перспективы без виза пока не ощущают. Несколько талонов на руки, говорят, выдают только родителям для несовершеннолетних детей. А вот как объясняют дефицит этих самых талонов. Мест нам выделяют не всегда одинаковое количество, скажем так. Распределяют электронную очередь Киев. Все места, которые образовываются на утро следующего дня, мы всегда людей принимаем. А это уже черновцы. Большие очереди в миграционную службу здесь объясняют приближением сезона отпусков. Но никак не без визам. Например, в этом отделении очередь обычно из полусотни человек. Сейчас в два раза больше. Сейчас бывает и 100, и немного больше, и 110, и 120. То есть это существенное увеличение количества людей. Но наши работники справятся с этим навантажением и пытаются работать, что называется, до последнего отречения. Напомню, после получения гражданами талона на регистрацию биометрического загранпаспорта сам документ ведомство выдает спустя примерно два месяца. Что же касается регистрации онлайн на сайте миграционной службы, то учитывая особенности распределения квот в системе, сотрудники советуют подавать электронную заявку сразу после полуночи. Именно в ноль часов открываются новые окна для регистрации. Андрей Анастасов, Ольга Поломарюк, Игорь Михоношин, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Сайт госкомпании Документ, где можно оставить заявку на оформление загранпаспорта и ID-карты, до сих пор не работает. Он слег еще на прошлой неделе, сразу после того, как Европарламент проголосовал за предоставление безвиза для Украины. Запустить ресурс в компании Документ обещают со следующей недели. Кстати, решение, которое приняли евродепутаты, не последнее. 26 апреля свое слово должны сказать послы Евросоюза. После этого предусмотрена церемония подписания документа. И только потом решение должно быть опубликовано официально. А вот после окончания всех этих процедур с 11 июня безвиз между ЕС и Украиной вступит в силу. В Шевченковском суде столицы все же состоялось первое заседание по делу журналиста Игоря Гужева. Предыдущие были отложены. Напомню, бывшему главреду издание Вести инкриминирует неуплату налогов и финансирование из сомнительных источников. Суд выслушал выводы судебного эксперта, уполномоченного Минюстом для проверки бухгалтерии этого издания. Но тот не нашел финансовых нарушений. В результате исследования, наданных мне бухгалтерских документов, и за нижние вести масс-медиа, податка на прибыль в сумме 17 миллионов 789 тысяч гривен 700 гривен, в том числе 2013-й рюк, документально не подтверждается. Гособвинение в качестве меры пресечения добивается для Гужева дополнительных обязательств. Журналист не сможет покидать столицу без специального разрешения суда. Гужева расценивает процесс как давление властей на его профессиональную деятельность и прогнозирует новые обвинения со стороны силовых ведомств, в частности СБУ и налоговой милиции. В прокуратуре тянет время. Я заинтересован в скорейшем ходе процесса, а не в его затягивании. Сейчас одновременно против меня фабрикуются еще несколько уголовных дел. Данный процесс уже оценивается властями как проигрышный. Они пытаются найти новые основания для того, чтобы привлечь меня к уголовной ответственности. Из главного фигуранта в деле убийства журналиста издания «Вести» Вячеслава Веремия полиция сняла электронный браслет. Меру пресечения Юрию Крысину не продлил Соломинский суд столицы. Об этом сообщила правозащитник Мария Томак. Она считает, что теперь подозреваемый может покинуть страну. Напомню, 18 февраля 2014 года вооруженные люди в масках избили Вячеслава Веремия. Один из них выстрелил журналисту в спину. Утром на следующий день он скончался в киевской больнице. 120 тысяч долларов США. На такой взятки попался начальник одного из отделов структурного подразделения нацполиции. О задержании этом написал в фейсбуке генпрокурор Юрий Луценко. Он сообщил, что деньги злоумысленник вымогал у подозреваемого в незаконных сделках с недвижимостью. Обещал освободить его от уголовной ответственности. Полицейскому и его соучастнику уже определили меру пресечения. Это содержание под стражей с возможностью выйти под залог в миллион гривен. И почти на 2 миллиона долларов стали богаче харьковские полицейские. Деньги и ценности они попросту отжали. Парочка грабителей в погонах уже находится в СИЗО. Еще двоим сегодня предъявили подозрение. А вот вернули ли деньги потерпевшему, разбиралась Светлана Шикера. Потерпевшая не хочет показывать свое лицо. Она предприниматель. Рассказывает, накопила большую сумму денег и драгоценностей. Отдала их подруге на хранение. Банки лупаются. Побоялась содержать. Потом положила деньги в ячейки. По телевизору увидела передачу, что ячейки вскрываются. И тоже стала опасаться. Пришлось положить у подруги. Это в общей сложности 1 420 000 долларов, 150 000 евро. И золотые мои украшения. Альтернатива банковской ячейки – это вот такое герметичное ведро в выгребной яме козлятника. В сарай охраняли сторожевые тибетские мастифы. Но когда у подруги произошла размолка с мужем, то он уехал, прихватив с собой все ценности. Женщина обратилась в полицию. Там обещали помочь. Приехал куцман Андрей Евгеньевич. Он сказал, что он по моему вопросу и всем этим будет заниматься именно он. Он спрашивал, какая была сумма денег, какое было золото, какие были камни в этом золоте. Подполковник полиции успокаивал. Дескать, следствие ведется и похитителя вот-вот найдут. И его действительно нашли. Через 2 недели сбежавшего с деньгами мужа Ирины вместе с его братом задержали. Развели нас по комнатам, мне одели наручники за спину, лицом положили вниз на кухню. У меня не такие, говорят, кололися. Давай, где вы закопали деньги, признавайся все. Или сейчас начнем с брата, а закончим с семьей. Мужчина догадался, что это полицейские. Отдал сумку с деньгами. Правоохранители посоветовали ему исчезнуть. Пять пачек по соткам бросили. Это, говорят, вам на первое время будет достаточно. Забудьте за автобусы, за станции, добирайтесь. Как хотите, но чтобы вас тут не было. Три месяца мужчина был в бегах. Потом позвонил домой и узнал, что все деньги и золото полицейские присвоили. Тогда Ирина с мужем и потерпевшая обратились в прокуратуру. Дело расследуют в соседней Харьковской области. Подозреваемых вычислили легко. После этой истории полицейские стали жить на широкую ногу. Купили дорогие машины и квартиры. На прошлой неделе обоих, подполковника и майора полиции, арестовали. Сейчас они в СИЗО. В прокуратуре предупреждают, если полицейские выйдут на свободу, вернуть потерпевшим их пропавшие деньги будет крайне сложно. Мы считаем, что нам удастся сберегать это масло, для того, чтобы потерпели, имели смогу отшкодировать сбыточки. Мы считаем, что есть еще иное масло. И если они выйдут на свободу, они смогут проводить определенные манипуляции, чтобы это масло не было арестовано. Предпринимателя, ее подругу и мужа признали потерпевшими. Теперь они опасаются за свою жизнь. Даже из СИЗО полицейские угрожают им расправой. Светлана Шикера, Елена Миндалюк, Александр Яновский, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер. Ну и пока полицейские вместо исполнения прямых обязанностей наживаются на чужом имуществе, в мирных городах из-за неконтролируемого потока оружия гибнут молодые люди. В Виннице из-за взрыва гранаты погиб 20-летний военнослужащий, еще один получил ранение. Пострадали также двое гражданских, парень и девочка-подросток 16 лет. По предварительным выводам экспертов, взорвалась граната. Следователи уже выяснили, что бойцы приехали в отпуск с учений на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. С собой они прихватили несколько взрывоопасных сувениров. Полиция изъяла патроны, стреляный тубус РПГ, две дымовые шашки и запалы гранат. Военный хотел похвастать перед друзьями своими трофеями, но в момент, когда доставал гранату из рюкзака, она взорвалась. До конца этой недели спасатели надеются полностью разминировать балаклею в Харьковской области. Напомню, в ночь на 23 марта на складе боеприпасов начался пожар, из-за чего сдетонировали хранившиеся там снаряды. За три недели, которые прошли с момента этого ЧП, саперы собрали более 26 тысяч боеприпасов. Радиус опасной зоны вокруг арсенала, который составлял 10 километров, уже сократился до 150 метров. По словам спасателей, люди все еще продолжают находить один-два боеприпаса в день. Часть фермерских угодий уже очистили от осколков, там начались весенние полевые работы. По мнению нардепов, в результате взрывов на складах балаклея, Украина потеряла почти миллиард долларов. Львовский мусор снова в Ривницкой области, рядом с детским лагерем. На этот раз интересно, что грузовик приехал под охраной, его сопровождал автомобиль «Лексус». Полицейские увидели, как фура пытается сбросить отходы неподалеку от зоны отдыха. Заметив это, правоохранители, водитель легкового авто и грузовика попытались скрыться в направлении Острога, но не успели. За рулем фуры был житель Сумской области. Он показал накладную на 30 кубометров отходов, который должен был доставить из Львова в Запорожье. Сейчас задержанные автомобили находятся в селе Бугрин. И буквально вчера в том же районе полицейские обнаружили три кучи с львовским мусором. Иностранные кибершпионы могли повлиять на результаты референдума по Брекзиту. К таким выводам пришла спецкомиссия британского парламента, которая расследовала сбои в работе сайта регистрации. Откуда пришла армия ботов? Разбиралась наш Сапкор в Лондоне Оксана Кундеренко. Еще одна кибератака и еще одна подтасовка голосования. Незадолго до исторического референдума по Брекзиту сайт британского центра избиркома рухнул. Избиратели не смогли зарегистрироваться буквально перед самим плебисцитом. Слишком много желающих сайт не выдержал нагрузки, оправдывались тогда в центре избиркома. Но оказалось все гораздо сложнее. Спецрасследование парламентской группы показало, что на север совершили ДОС-атаку. Причем при помощи бот-сети. Это целая армия зомби-компьютеров, способных привести к отказу системы. Тогдашнему премьеру Кэмерону пришлось срочно продлевать срок регистрации для тех, кто хотел высказаться на референдуме. Угрозы от других государств поступают со всех фронтов для жизненно важных национальных систем, для экономики через коммерческий шпионаж. Мы согласны, что хакеры иногда достигают успеха, и надо быть к этому готовы. В новом центре кибербезопасности, которым даже перед королевой хвастаются, убеждают, что активно пытаются предотвратить подобные инциденты. А в этом конкретном случае угадывается почерк России или Китая, считают депутаты. Эти страны не впервые при помощи электронных систем пытаются повлиять на внутренние процессы в других государствах. Американцы из-за кибератак во время выборов даже выслали российских дипломатов из страны. В Британии пока не спешат открыто кого-либо обвинять, но усиливают онлайн-системы защиты, чтобы избежать подобных сбоев в будущем. Оксана Клагеренко и Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Виктора Орбана могут исключить из Европейской народной партии. Кроме этого, премьеру Венгрии угрожают судами за его политику в отношении беженцев, а также за изменения в законы об образовании. Что еще не нравится Брюсселю в поведении венгерского лидера, узнаем от Елены Абрамович. Терпение лопается. Президент Еврокомиссии Жан-Код Юнкер намерен исключить из Европейской народной партии премьера Венгрии. Членство Виктора Орбана во фракции самой большой и влиятельной политической силы Евросоюза необходимо серьезно обсудить, считает Юнкер. Партийный съезд планируют собрать перед саммитом 29 апреля. Брюссель недоволен поведением Будапешта с мигрантами и новыми антидемократическими законами об образовании. Мы будем активно рассматривать все эти вопросы на заседаниях в апреле. Комиссия также решила, что она подготовит и опубликует свой собственный ответ на инициативу венгерского правительства «Остановим Брюссель». Призыв остановить Брюссель гражданам Венгрии услышали в начале марта. Правительство Орбана разослало всем по домам анкеты с таким заголовком. Людей спрашивали, как они относятся к политике ЕС, которая, по мнению властей, угрожает независимости страны. Не сказать, сирийские беженцы едут в более благополучные страны Европы через Венгрию, а руководство ЕС хочет, чтобы они оставались в стране. Орбан взялся строить заборы на границах, селить мигрантов в закрытые лагеря, а Брюссель назвал лицемерным. Последние годы народы вновь восстали против нечестивого союза брюссельских бюрократов, либеральных мировых СМИ и ненасытных международных капиталистов. Международные организации обвинили Будапешт в нарушении обязательств по расселению мигрантов. Брюссель решил рассмотреть это дело детальнее. Может, даже в суд будет с чем пойти. Добавил жару и инцидент с давлением на университет, который финансирует американский филантроп Джордж Сорос. Недавно принятый закон о высшем образовании беспокоит многих людей в академическом сообществе Европы, а также политиков в Европе и за ее пределами. Многие воспринимают это как попытку закрыть Центральноевропейский университет. Из-за возможного закрытия университета в стране не утихают протесты. Венгерские политики считают, что это учебное заведение – фабрика по производству цветных революций. Кстати, сам Сорос – выходец из Венгрии. Парадоксально, но стипендии Сороса в свое время воспользовался и Виктор Орбан для стажировки в Оксфорде. Заядлым демократом он не стал, но он научился лавировать между политическими рифами. Будапешт хоть и критикует Брюссель, поддерживает Москву, но всегда добросовестно голосует в поддержку решений Евросоюза, тех же санкций против России. Может, поэтому венгерского премьера не спешили исключать из партии. Елена Абрамович, Евгений Каминский, Брюссель. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Я напомню, именно Виктор Орбан ранее заявлял о необходимости предоставить двойное гражданство и автономию венграм, проживающим в Украине. В нашем медиа эти заявления назвали спекуляцией в пользу России. Полтора миллиона евро у всех на виду. Где в Риме можно найти такие деньги и что украли канадские подростки, если погоню за ними вели с вертолетами и собаками? Об этом и не только в нашем обзоре. Кинологи, спецназ и вертолет с тепловизором. В Канаде полиция организовала полномасштабную спецоперацию в погоне за подростками, укравшими конфеты. Охрана парка развлечений заметила людей в черном, пробравшихся на территорию закрытого на ночь заведения. Тут же сообщила в полиции о незаконном проникновении. В итоге парней 15-16 лет нашли за ближайшими кустами, когда они доедали украденные сладости. После допроса воришек отпустили. Водное побоище. В Таиланде тысячи людей вышли на улицы, чтобы и самим промокнуть до нитки и других намочить. Так здесь празднуют Новый год. У водных процедур есть глубинный смысл. Считается, что при каждом обливании человек очищает свою душу. К тому же апрель самый жаркий месяц года в Таиланде. Поэтому не участвующие в водных ритуалах тоже рады случайно намокнуть. Самая доходная достопримечательность. Почти полтора миллиона евро выловили из фонтана Треви в Риме. Эту внушительную сумму туристы набросали всего за год. И это больше, чем заработал Национальный музей Рима. Согласно поверью, если бросишь монетку в этот фонтан, то обязательно вернешься в Рим. Интересно, что кроме денег в Треви нашли также браслеты, ключи, замки, солнцезащитные очки и даже две вставные челюсти. У меня на этом все. Завтра пятница. И о главных новостях вам расскажет Алексей Лихман. Он также подготовит для вас политическое ток-шоу «Черное зеркало». Желаю вам легкого окончания недели и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok